Привет всем друзья, с вами Максим и это обзор клубов Саунд Сити. Зажигалка, Найтлайв или Лунный Город, куда лучше пойти новичку и что выпадает в каждом заведении. Итак, чтобы затусить везде, нам понадобится 85 рингстонов, причем 49 из них уйдут на разблокирование. Впрочем, если не хватает рингстонов, можно использовать рубины. Обратите внимание, только сняв блокировку с зажигалки и Найтлайва, можно посетить Лунный Город, в котором, кстати, нам обещают самый щедрый дроп кредитов, звезд и прочих ресурсов. Так ли это на самом деле? Сейчас проверим. 3360 кредитов, 220 дзен-духов, конфетки и 3 шоколадных Грэммия. Ну что тут можно сказать, я ожидал большего от самого элитного клуба. Теперь посмотрим, чем нас порадует Найтлайв. 1190 кредитов, 120 дзенов, конфеты и всего один Грэмми. Печальный дроп. В зажигалке удалось получить и того меньше, всего 700 кредитов, 70 дзен-духов и Грэмми с конфеткой. Про дроп из пивбара знает, наверное, каждый. В нашем случае удалось выхватить всего 160 звезд и 280 кредитов. Подведем итоги. Посещение всех злачных мест в Саун-Сити принесло нам 5530 кредитов, 410 дзен-духов, 160 звезд, 5 шоколадных Грэмми и пачку конфет. При этом наши затраты составили 76 рингстонов и 12 рубинов. Стоило ли это того? Я думаю нет. Открывать доступ в Лунный Город рекомендую только тем игрокам, кто хочет получить уникальное оружие Разрыватель Плоти. Или прокачать питомца нефтебабу. Всем остальным советую не заморачиваться.